Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я, пожалуй, не буду его зачитывать, потому что в общем и целом он все право одно. Это отношение с мамой, которая стремится все контролировать. У автора вопроса, которого зовут Роман, ему 30 лет. В детстве к нему со стороны мамы были всегда повышенные требования, сравнения с другими, вот, и обесценивания. В возрослой жизни, особенно когда Роман начал жить отдельно, и когда у него появилась своя жизнь, когда он, значит, сделал предложение девушке, эта история обострилась. Мама стала уже теперь обесценивать девушку, мама стала предъявлять претензии Роману, и в общем и целом случилась такая ситуация, что мама не разговаривает с Романом, потому что он к ней не зашел в гости. Из-за того, что нужно было решать какие-то вопросы по свадьбе. И, соответственно, как бы Роман чувствует вину за то, что он счастлив. Вот, с девочкой имеется в виду, как себя вести не знает с мамой, и просят в общем и целом помочь разобраться в ситуации. Говорят о том, что мама любит, вот, мы можем быть полезны друг другу, да и больно все это переживать. Ну, смотрите, вы правы на счет того, что мама вас любит, и я думаю, что вы тоже ее любите. Это хорошо, что вы данный факт признаете, это хорошо, что вы замечаете этот момент, не уходите полностью, так скажем, в отказ, вот. Но, тем не менее, у вас, как мне показалось, довольно много злости на маму, то естественно. есть, есть страхи, и есть, как мне кажется, вот эта вот обесценивающая тенденция, которую вы приняли на себя. То есть, то есть вот, то, что мама вас сравнивала, то, что мама вас принижала, да. Мне кажется, что вы это взяли на вооружение сейчас, ну, сами себе, для себя, как бы. И так к себе относитесь. Всегда добавляется то, что вы росли без отца, и, в общем и целом, среди по всему, отсутствует у вас мужская модель поведения, вот. Ну, хотя бы то, с каким мужчиной я хочу быть, да. То есть, вы, ну, вы продвигаете вот эту идею, да, идею партнерства в отношениях, идею какую-то договорную, это хорошо, но мужская модель поведения у вас отсутствует. Да, безусловно, мама пытается вас контролировать, да, безусловно, маме вы очень нужны безраздельно, потому что, скорее всего, иного смысла жизни она как-то особо не видит и для себя жить не умеет. А, и, да, есть ощущение, что вы до сих пор, как бы, смотрите на неё, ну, не как на человека, который не лучше, не хуже вас, а как на человека, который лучше вас. Вот, как на человека, который, ну, как-то превосходит вас, превосходит вас по каким-то параметрам. То есть, мама знает лучше, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Собственно, чувство вины, вот, в данном случае, да, возникает из-за того, что вы себя обесцениваете. То есть, когда у человека нет ощущения самоценности, у него на этом месте появляется чувство вины, потому что, ну, святое место просто не бывает, либо я себя ценю, либо я себя обесцениваю. Вот, либо я замечаю, что я чувствую, и, соответственно, как-то с этим обращаюсь, либо я не замечаю, и, соответственно, другие люди с этим обращаются, ну, так, как им хочется. Вот. Я думаю, что наиболее токсичными здесь являются не ваши отношения с мамой, а ваши чувства по отношению к ней, которые вы не выражаете. Гнев, вина и так далее. Причём, у этого есть столичная выгода. То есть, вы, ну, как-то что-то получаете из этого для себя. Вот. Соответственно, ваши чувства нужно выразить, выразить, чтобы они перестали вас обновлять, как минимум вину, гнев и так далее. Вот. Культивировать ценность свою. То есть, ну, начать её замечать, да, чувствовать, выражать. И учитывать, что маме в любом случае это не понравится. В любом случае она будет против этого. Вот. Также учитывать, что, скорее всего, ваша мама относится к вам, не совсем к вам, а относится к вам, перенося на вас своё отношение к мужчинам. Или к мужчине, вашему отцу. Вот. То есть, тут нужно, вот, как-то вот с личными границами поработать, да, и... как бы, понимаете... как бы, понимаете... человека-нот... человека, условно говоря, преследователя или дирана, выражаясь... языком треугольника Карпмана, например. Нельзя любить. Любить можно только равного себе. Поэтому вам, чтобы свободно любить маму, нужно сделать её равной себе. Самый лёгкий бытовой способ, это начать её обесценивать. Принижать. Ну, понятно, что любви из этого не выйдет. Более инструктивный, но сложный способ, это... подняться, подняться в маму в свои глаза. И почувствовать, что я ничем не хуже. Вот. А есть у вас тенденция к доказательству чего-то. Нужно что-то доказать. Собственно, вы это пытаетесь сделать, вы... как мне кажется, много сил тратите на то, чтобы кому-то это доказывать. Вот. Как это делали в школе. И, скорее всего, делайте это сейчас. Я не знаю, в какой мере, я не знаю, в какой степени, но делайте. Совершенно очевидно. Для меня, по крайней мере. Этот момент тоже вас достаточно истощает сильно. Вот. Манипуляции возможны. Вот манипуляции вашей мамы вами. Возможны только когда вы не чувствуете своих личных границ. Соответственно, с ними тоже нужно поработать. Вот. То есть... О чем здесь идет речь, да? Речь идет о том, что... Вам сложно говорить, не говорить, нет. Как мне кажется, вам сложно говорить, нет. И как мне кажется, вот, искусственно себя занижая, вы продаете себе излишнюю, уже вредную для вас значимость. Вот. Которая на вас давит и которая, соответственно, дает быть свободен. То есть, ну, вы считаете, что... Можете маму обидеть, вы считаете, что... Там, можете, там, что-то вот сделать, вы считаете, что... Там, можете, как-то вот, ну, негативно... Там, условно говоря, на нее повлиять. Вот. Хотя, по большому счету, это исключительно только ее ответственность. Ничья больше. То есть, это ответственность только вашей мамы. Вот. Поэтому здесь нужно... Учитывать этот момент и вот с этими, вот... С этими аспектами работать. Вот. Мне также кажется, что вы пытаетесь заслужить... Ну, вот. А... Таким образом обеспечив себе право на жизнь. Вот. Тоже довольно... Ну, сейчас. Самое главное, что во всем том, что я перечислил, нет любви. Не может быть любви, любви. Поэтому она остается нереализованной. Вот. Так что я думаю, эээ... Что вести себя с ней пока что... Не надо никак, пока вы не... Посвятите какое-то время психотерапии. Ээ... Я думаю, что за это время мама ваша сама выйдет на контакт. Вот. А там уже вы будете приготовлены. Мы более... Эээ... Конструктивно сможете пройти к вопросу... Эээ... Выстраивания взаимодействия с ней. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Подписывайтесь на наш канал! Удачи! Продолжение следует...